Приветствую любителей предметно-материальной истории. Полтора месяца назад, в ноябре, когда мы общались с Петровичем за очередным предметом, Петрович поделился, что он умеет рассчитывать погоду на несколько месяцев вперёд. Честно говоря, я отнёсся к этому довольно скептически. Это была середина ноября, и Петрович тогда... Для Краснодара тогда установилась удивительно тёплая погода в ноябре. А Петрович говорит, что такая погода будет до 7 января. Сегодня 8 января, и я очень-очень сильно удивлён. И оказалось, действительно, у нас держалась погода средней температуры плюс 10. Плюс 13. Плюс 13 вчера было. Ну а что это за такой антикварный способ расчёта погоды, лучше Петрович расскажет вам сам. И скажу обязательно о том, что в любой точке планеты, согласно этому способу, можно производить расчёт погоды гораздо точнее, нежели это делает гидрометеоцентр. Так, мало того, значит, предыстория. Этими расчётами, так называемыми, ну я занимаюсь последние лет 40, наверное. Вот, для того, чтобы подтвердить, ну вот у меня есть записи за 2002 год, что я стал их собирать. Значит, значит, очень просто. Что это за способ? Очень-очень просто. Это моя прабабушка, ещё в стародавние времена. Она мне сказала сынку, нужно наблюдать за погодой, которая проходит в святочные дни. Вот с 7 по 19 число. Каждый день этого, значит, святочных дней отвечает за определённый месяц года. Да, хорошо, ну вроде бы, ну ещё жалко там написать. Я брал вот такие маленькие бумажечки и записываю. Записываю. Получается, что сходит. Для чего это делалось? Потому что, ну нужно знать, а что, уродится ли картошка или лучше там репу сажать? И вообще, что лучше, а зимы или же яровые? А будет какая, поздняя весна или ранняя? Ну, чего не проверить? Хорошо, так доходило до абсурда. Когда я уже каждый год начал записи эти вести, и будучи в командировке, у меня за два дня выпало. Ну, выпали записи. Боже мой, что делать? Ну, я, значит, приехал в Краснодар, прибегаю, значит, в наш гидромедцентр. МИД абсолютно не думая, в чём-то там. Прихожу к секретариату, это рядышком здесь, вот на Шалмяна и Ленина. Вот. Секретарь, разъясните, пожалуйста, мне хотел бы записать там данные, вот за последние два дня. Ну, а зачем? Да вы понимаете, ну дело такое, был в командировке, не успел записать. А зачем? Это ж, мол, сведения. Я говорю, ну как, я составляю прогноз погоды на следующий год. На меня посмотрели, как на сумасшедшего. Ну, я говорю, ну не нами придумано, это нашими дедами и прадедами. Ну, почему бы не проверить это дело? Вот. И теперь, ну да, поговорили, вроде бы меня не сдали в дурку. Рассказал эту всю историю. Видимо, видимо, они пользуются. Но я не уверен. Почему? Потому что вот как-то в один из годов, не помню какой, я брал, а, 2010 год. Я, значит, брал вот за 2 января, за 3 января, за 4 января, 5, 6. Это, значит, данные гидрометцентра с предсказаниями. Так, ребята, получалось, что гидрометцентр не мог предсказать за неделю вперед. Ну, это так, для интереса. Вот. В чем заключается этот момент? Я, значит, составил вот такую табличку. Кстати, вот некоторые заинтересованные ребята, там дачники особенно, я им расписал, что здесь вот, например, это 7 число, это вот 8 число, это вот 9. День разбит на 4 варианта. До обеда, обед, после обеда и вечер. И записываю состояние погоды. Ребята, как было в школе у нас, юнаты записывали, там, облачность, давление, температуру, ветер, какой ветер был, значит, ну, и там, солнечно, там, дождь, осадки, все это записывалось. Так вот, кстати, Алексей, тут, вот смотри, вот за 2000, этот год, который 21, вот мы тогда встречались, да, я говорил, что, вот смотрите, в середине ноября будет этот, легенький снежок. Был? Был, был. Все? Четко все вообще. А об остальные дни, вот, например, вот, я ж, значит, 17 и 18 число января 21 года, ну, вот что-то, минус 3 облачность, минус 3 облачность, минус 4, ничего нет, абсолютно ничего. Ну, или так, минус, ну, как, для января месяца минус 5, это, ребята, это странно, и без снега, без осадков, без ничего. Значит, оно показалось, что конец 2001 года, и это же у меня данные за, вот, 18 января, но оно говорило о том, какова будет погода в декабре и в январе. Так вот, в январе я заговорил, что все, а с 7 числа, вот, сегодняшние данные, извините, ребята, с 7 числа был полный штиль, температура была плюс 7, но давление было трошки пониженное, 760, потом оно подняло 761, потом 762, 764, но тихая, спокойная погода. Это говорит о том, что вот сейчас, теперь в течение января будет такой слабенький-слабенький, к февралю будет легкое похолодание, хотя сегодня, вот сегодня, как бы, ну, вроде бы, плюс 4, ну, прям так холодно, ну, так холодно, ну, прям жуть. Но осадков абсолютно не ожидается. Теперь, до 19 числа, когда мы заполним, и мы будем уже знать, чем закончится 22-й год. Почему вот люди заинтересовались, когда я им распечатывал вот эти бланки, они, а потом они мне присылают свои, говорит, вы посмотрите, ну, это девочка из Ельска присылала. Говорит, а у нас совпадает или не совпадает? Я говорю, Светочка. Ну, как совпадает? Оно же, это, это для Ельска составляется. Да, и эти данные делаются только лишь для того места, в котором ты составлял это дело. Теперь, ежели, ребята, каждый хочет, особенно дачники, кому интересно знать, какова будет погода приблизительно в следующем году, Ну, значит, вот такая обыкновенная формочка, разграфленная. Значит, ну, тут подсказки идут, значит, это идет 7-е, 7-е число, 7-е, 7-е, 8-е, 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 8-е. Значит, вот за март месяц отвечает вторая половина восьмого дня и первая половина девятого дня. Вот здесь циферки стоят, что где-то, вот первую циферку с 9 до 12, потом с 12 до 15, с 15 до 18, с 18 до 21. И записывайте сюда данные. Таким же образом, вот, ну, как вот записывалось здесь, вот. Например, в ноябре, это ночь с 16 на 17, в ночь и утречком, было маленький-маленький снежочек. Точно получилось, что в ноябре месяце были осадки. И давление очень немаловажную роль, значит. Ну, и записываю, так, ну, я не знаю, как объяснить, как, сейчас в школе есть эти юные натуралисты или нет? Я без понятия. Да. Теперь, как понять, ну, температура. Очень странно, когда мы сейчас, вот, на сегодняшний день у нас 8 января, мы говорим, холодно, плюс 4. Ребята, это смешно. Если существуют строительные нормы и правила, там, климатологические, да, когда взять среднюю температуру, я, по январю, ребята, там, минус 15 средняя, расчетная. То есть, глобальное потепление. Да, для Краснодара это глобальное потепление. Хотя, Краснодар, вот, извините, 100 километров отъедешь, будет поселок прохладный. А, ну, не просто так он назван прохладный, потому что там всегда прохладно у них. Вот, такие дела. Ну, в общем, кому интересно, я, значит, эти пустографочки, как называется, я их вот этот сканировал и рассылал, ну, кому лень самому расчертить было. И приходили ко мне люди из гидромедцентра, что, серьезно? Я говорю, ну, специально, мне не жалко этой бумаги, вот, что, 2009 год, пожалуйста, есть. Вот тут у меня 2012 год, все, пожалуйста. И все соответствовало. В некоторых местах, если, наверное, тоже лень, вот до 13-го года брал, да, и даже прикладывал интернетные данные. Кому интересно, пишите, будем отвечать на вопросы письменно. Это что это? Да, 2002, 2008, 2006 год. Ну, актуально было, потому что в тот момент у меня дача была. Земледелием занимался. Земледелием, да. Да, надо ли укрывать виноград? Вот, надо ли укрывать? Зачем я его буду укрывать, если я знаю, что зимы не будет? Еще вопрос. Да там этих народных примет очень много. Тем более, сейчас открываешь все эти расписанные. Ребята, проверить, что, когда нужно рассаду сажать. Тоже известно. Вот именно в этот день нужно, значит, чтобы там проклевывалась рассада и делать вот эти вот заготовки посевные. Я пока еще не совсем понимаю алгоритм, но понимаю, что это все очень реально. Так оно, ребята, ну как? Многие не верят. Потом проходит год, они, ну надо, ты же говорил. Я говорю, ребята, я говорил, мало того, я беру еще, вот неверующим Фомам, я их разберу, сырокопировал и говорю, на, получите. Я вам говорю, особенно дачникам. Все, спасибо, Петрович. Ну, где за что? Приходите еще, называется. Да, приходите еще. Но народные, народные приметы никто не отменял. Можешь про народные приметы, скажешь что-нибудь? А? Про народные приметы, может? Это, это все народные, это все народные приметы. Ну, народные приметы, говорят, а вот, ты знаешь, там Илья, вот, был там, знаете, и Сретение. Сретение, там, встреча зимы с летом. Ну, да, ага. Ну, ежели победила, если тепло, во, лето победило. Ура! Книжки, ну, в интернете, правда, извините, там бывает часто. Ложные вещи, ну, нужно анализировать, что такое. Теперь мне понятно, что если погода за окном совпадает с прогнозом, то в этот раз сотрудники Гидромедцентра перед публикацией сверили свои прогнозы с расчетами Петровича. Если у вас есть вопросы, можете в комментариях адресовать их непосредственно Валерию Петровичу. Он с удовольствием читает и отвечает на них. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много невероятных историй из жизни антикварного ареала и его обитателей. Продолжение следует...